Продолжение следует... Не только России, но и многих других стран, и мне кажется, ценность нашего с вами международного форума – это вот именно в создании этой самой площадки международной коммуникации, площадки диалога, площадки обмена лучшей международной практикой. И мы надеемся, что вот эту задачу, которую мы перед собой, как организаторы форума, поставили, мы с вами, сообщая, ее выполнили. Но для того, чтобы в конце подвести сборку, что же такого интересного, такого содержательного проходило на наших дискуссионных площадках во второй половине дня, после пленарного заседания, на наших мастер-классах, тематических секциях, для нас всегда важен вот этот заключительный этап, итоговый пленум, который мы с вами сейчас и вместе открываем. Я прошу каждого руководителя дискуссионной площадки, тематической секции, мастер-класса выступить с очень коротким представлением своей площадки, что обсуждалось, какие векторы для дальнейшего развития вы видите для себя, какие интереснейшие практики, или может быть одну, хотя сложно, я думаю, выделить одну, наверняка интереснейшие практики вы бы особо отметили, как руководитель площадки. Если иных предложений нет, то я предлагаю начать. У нас обязательно в конце обсуждения будет свободный микрофон, и все желающие смогут задать вопросы, высказаться, выступить. Такая возможность будет предоставлена. Итак, начинаем. У нас первая секция тематическая, посвященная реалиям и проблемам цифровизации образования в условиях дистанционного обучения, которую вела уважаемая Ольга Юрьевна Заславская, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета. Ольга Юрьевна, я вам предоставляю слово или коллегам вашей секции, если вы как руководитель делегировали это право кому-то другому. Ольга Юрьевна, вы с нами? Марина Михайловна, я боюсь, там они заканчивают обсуждение. Может, начнем с мастер-классов. Там много было заявившихся, поэтому предоставили всем слово, гостям, для того, чтобы обсудили важные вопросы. Хорошо. То есть мы с вами потихонечку из тематических секций сейчас перейдем в мастер-классы и поговорим немножечко по мастер-классам. Там действительно все-таки класс мастера, и поэтому возможности, так сказать, для более широкого обсуждения наверняка не было. Хотя, наверное, желание такое было. Тогда переходим к мастер-классам, к тематическим секциям коллеги вернемся, когда там коллеги завершат свои дискуссионные вещи и обязательно нам расскажут, что же такого интересного там у них происходило. Итак, мастер-класс. Мастер-класс Асуировой Ларисы Владимировны, связанный текстами культуры в открытом образовании. Это тоже московский городской доктор педагогических наук, профессор Института педагогики психологии образования. Лариса Владимировна, вы с нами? Да, здравствуйте, коллеги, еще раз. Ну, наш мастер-класс был посвящен текстам культуры, их значению вообще в образовательном процессе, возможностям реализации каких-то наших там... Лариса Владимировна, подождите секундочку. Уважаемые коллеги, я прошу выключить микрофоны всех, кроме выступающих. У нас получилось, что наоборот, у Ларисы Владимировны выключен микрофон, а у наших гостей он включен. Лариса Владимировна, будьте любезны, еще раз начните, пожалуйста. Микрофон, Лариса Владимировна, микрофон. Он у меня почему-то отключается, вот знаете, выключается сам собой. Итак, наш мастер-класс был посвящен текстам культуры, как совокупности культурных смыслов, выраженных в знаковой форме, и, соответственно, их потенциалу образовательному и тем приемам, которые могли бы быть использованы в образовании с помощью текстов культуры. Я считаю, что продуктивно прошло обсуждение, потому что и были возражения, были споры, и такое, наверное, основное направление, которому нужно сейчас уделить внимание, это как в системе дистанта использовать эти тексты культуры, то есть как оформить, прежде всего, вот то событие, которое связано с текстом. Спасибо всем участникам, некоторые были очень активны, некоторые просто, ощущение было, что присоединились, но слушали, наверное, не включались в деятельность. Спасибо всем. Спасибо большое, Лариса Владимировна. Остальные просто завороженно слушали вас. Конечно. Ваш русский язык, вашу интереснейшую практику, поэтому не посмели, не спросить, не помешать вам, я просто глубоко в этом убеждена. Коллеги, я думаю, не только у Ларисы Владимировны, но и у всех остальных наверняка есть те интереснейшие материалы, методические материалы, какие-то, может быть, методологические научные исследования, которыми бы вы могли поделиться с нашими участниками форума. Дело в том, что вот мы поставили перед собой задачу не только вот сегодня разово встретиться и, соответственно, даже содержательно, глубоко проговорить какие-то вопросы, а дальше, ну, жизнь такая, что она ставит какие-то новые задачи и начинает как-то вот эта актуальная задача рассасываться. Нет, мы говорим о том, что мы сегодня можем поставить какую-то совместную проблематику, поставить задачу обмена опытом, и для этого, коллеги, мы создали площадку для обсуждения. Я думаю, что вам, коллеги, неоднократно уже сегодня говорили, я на всякий случай повторю, что есть целый сайт, называется «Учимся вместе», и на этой площадке мы будем размещать не только материалы форума, но и вы там можете размещать свои собственные материалы для того, чтобы друг другу действительно оказывать помощь, обмениваться своей лучшей практикой. И я думаю, что эта площадка, которую мы планируем не менее года как поддерживать, вот будет тем продолжением наших сегодняшних дискуссий, рассуждений, разговоров про важные проблемы, которые сегодня поднимались на каждом мастер-классе в каждой тематической секции. Поэтому, Лариса Владимировна, мы тоже ждем ваши материалы, интересные для наших коллег, тем более такая богатая у нас аудитория с вами с точки зрения представленности географической, разные страны, разный уровень подготовленности и столь высокого уровня нашей педагогии и специалисты. Спасибо большое, Лариса Владимировна, мы двигаемся дальше. Следующий мастер-классник. Спасибо огромное. Александр Вадимович, у него интереснейшая тема, как использовать систему дополненной реальности при изучении русской письменности. Доцент Российской академии образования, доцент Департамента информатизации нашего университета. Пожалуйста, Александр Вадимович, вам слово. Вы с нами? Александр Вадимович, подсоединение все, Александр Вадимович, все хорошо, все отлично. Да, мы сейчас про... я не слышал, что вы говорили перед этим. Мы просто... прошу прощения, только смог подключиться. Вы говорите, что было у вас на мастер-классе, не важно, что я говорила, значит, это было не столь важно. У меня на мастер-классе. Сейчас, секундочку. Здравствуйте, еще раз. Что было у нас на мастер-классе? Мы поговорили про вообще иммерсивные технологии, как использовать их в рамках обучения, особенно изучение языков, в том числе и русского, как вот неродного языка. И также мы поговорили, как работать с системой недополненной реальности, о том, какие есть преимущества и недостатки, а также, как создавать вот такие вот системы дополненной реальности самостоятельно. Мы вместе с теми, кто посетил мастер-класс, сделали карточку дополненной реальности, то есть взяли и сделали маркер дополненной реальности, и при наведении на этот маркер дополненной реальности смартфона с специальным приложением у нас это изображение, как сказать, оживало, да, и оживало именно тем контентом, тем наполнением, которое мы сами для этого сделали обучающим. То есть, например, выбрали и оживляли, вот я делал пример, да, это носорог. На русском написано носорог, наводим камеру, и у нас изображение оживает, появляется изображение вот этого 3D носорога, и плюс его, как он называется, да, на монгольском. То есть, если учащийся читает карточку, должен прочесть, понять, что это значит, и потом самостоятельно проверить себя, правильно ли он понял написанное на данной карточке. И закрепить дополнительно его, вот эту вот связь слова, да, русского, с изображением, с таким визуальным образом, вот с помощью вот такого вот интерактивного элемента технологии дополненной реальности. Сделали мы все это с помощью там PowerPoint, поэтому всем это было более-менее знакомо, и сложностей вроде как у нас особых не возникло ни у кого. У всех получилось. Спасибо, Александр Вадимович. Я правильно понимаю, что наши коллеги сегодня чему-то новому научились у вас на мастер-классе? Да, и почти каждый получил, у кого была возможность, некий новый продукт, который, в принципе, можно было бы использовать уже в учебном процессе. Вот он, практикориентированный подход и мастер-класс с конкретным педагогическим результатом. Спасибо, Александр Вадимович, это вам за то, что вы у нас такой креативный человек, правильно понимающий наши задачи. Коллеги, вот смотрите, современные цифровые технологии нам с вами позволяют действительно визуализировать процессы, каким-то образом работать на тему мотивации наших детей, да. Главная проблема, которую мы каждый день с вами пытаемся решать, бороться, это мотивация, особенно в условиях дистанционного обучения, да, когда очень важно удержать внимание ребёнка, да. Я думаю, что те современные решения, которые вот в частности дополнены реальности, эти технологии, о которых говорит Александр Вадимович, они позволяют привлечь внимание нашего ребёнка, тем более он столь современный, и цифровые инструменты у него, что называется, на польчиках пальцев наших живут. У нас, может, ещё не живут, а у них живут, да, Александр Вадимович? Спасибо вам огромное. Спасибо. Коллеги, всегда можно и дальше с Александром Вадимовичем продолжить. И дальше по нашим классам. Я передаю слово нашим коллегам, целому творческому союзу, Института иностранных языков нашего университета. Татьяна Сергеевна, кто будет представлять, вы или ваши коллеги? Позвольте, позвольте мне начать. Добрый день, уважаемая Марина Михайловна, уважаемые коллеги, гости форума. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов форума за уникальную возможность познакомиться с ведущими специалистами в области обучения РКИ и цифрового образования в целом. Ну и для нас особая честь провести мастер-класс, который также связан с цифровым обеспечением неаудиторной самостоятельной работы обучающихся при изучении русского языка на уровне А1. Кстати, материалом для нашего мастер-класса послужил дистанционный курс РКИ, который был разработан в Центре стажировки по РКИ в Институте иностранных языков нашего университета. И мы познакомили наших участников с различными веб-инструментами для создания интерактивного контента. Среди них были и платформа ThinkLink, и виртуальная доска для совместной работы Padlet, и конструкторы интерактивных заданий. Но помимо этого, мы еще и предоставили нашим участникам возможность протестировать несколько цифровых ресурсов. И в рамках нашего мастер-класса были созданы уже первые продукты. Наши участники оценили, нашли положительные некоторые, отрицательные, скажем так, моменты, связанные с теми или иными ресурсами. Мы это обсудили. Но мы полагаем, что вот та информация и те умения, которые наши участники приобрели, будут действительно очень полезными. Так что спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Ваши коллеги не хотят дополнить? Мы можем дальше двигаться? Если они смогли присоединиться. У нас возникла некоторая сложность с подсоединением. Могли, Татьяна Сергеевна. Замечательно. Немного поздно. Большое спасибо коллеге. Это замечательное мероприятие, очень значимое, я считаю, для развития, для, скажем, для обучения, для образования в целом. И обучение РКИ в частности, в особенности, я бы сказала. Во время нашего мастер-класса мы делали акцент на тех и веб-инструментах, которые просты в использовании, просты, доступны и не вызовут существенных сложностей у преподавателей, которые планируют ими пользоваться. И мы постарались, собственно, убеждать никого не надо было особенно, постарались убедить нашу уважаемую аудиторию в важности создания цифрового инструмента под конкрет, предназначенного для конкретного учебного методического учебника. В частности, это был учебник Галины Лихович, один русский язык для начинающих. Впечатление очень положительное у меня, как у организатора мастер-класса. Аудитория очень внимательная, вдумчивая, творческая, старающаяся. Большое спасибо организаторам и нашим участникам. Спасибо, коллеги. Я полностью разделяю ваше мнение. У нас сегодня удивительная аудитория, удивительная по своей активности, по своей готовности глубоко погружаться в ту или иную проблематику, по своему отношению к делу. Я благодарю как руководителей этой удивительной, дружественной нами страны, представителей органов управления образования, которые мы с нами, органов управления, ну, наверное, не столько органов, сколько руководителей организаций образовательных университетов, представителей и руководителей, россотрудничества, посольства. Вот мы видели, какая значимая у нас сегодня публика была на пленарном заседании, какое было высокое представительство, и, на мой взгляд, это действительно отношение к этому русскому нашему любимому великому языку. И спасибо коллегам, которые говорят не только с позиции межкультурной коммуникации, но и с позиции действительно практического опыта, как сохранить, как развивать этот русский язык, как эти традиции русского языка можно прививать населению. Вот мы помним, Татьяна Чагдорана говорила, как было в 90-е годы, как сегодня меняется ситуация. Коллеги, вот наша площадка – это те лица, которые заинтересованы в сохранении русского языка на территории государства Монголия. И если наш университет, я вот прям искренне благодарна нашим коллегам, которые делятся этим своим практическим опытом, внесет хотя бы небольшой вклад, чтобы сохранить русский язык, вот действительно, вот в своем величии, в своей культуре на территории этой страны и тех коллег, которые присоединились из других стран, то, коллеги, вот в этом наша миссия, в том числе нашего сегодняшнего форума. Спасибо, коллеги, мы двигаемся дальше. Марина Валентиновна – это тоже представитель нашего университета, кандидат социологических наук, человек очень разносторонний, она не только специалист в области цифрового образования, она у нас еще и социолог и увлекается проектно-исследовательской работой со школьниками. Я так понимаю, Марина Валентиновна поставила интереснейшую задачу – показать опыт организации проектно-исследовательской работы в условиях дистанционного обучения. Марина Валентиновна, вы с нами? Да, я с вами, спасибо большое. У нас сегодня была очень активная творческая аудитория, говорили о проектно-исследовательской деятельности школьников именно в условиях дистанционного обучения. Мы обсудили всевозможные цифровые ресурсы, которыми пользуются педагоги, озвучили проблемы, которые возникают при ведении и сопровождении проектной деятельности, посмотрели площадки для дистанционной проектной деятельности обучающихся, которые дают осуществлять такую деятельность. У нас была активная история, все наши участники форума имели возможность по QR-кодам перейти на данные площадки и ознакомиться с ними. Естественно, работая с цифрой, мы должны работать с цифрой. И мы обсудили и получили некоторые замечания, может быть, предложения для нашей дальнейшей работы, соответственной работы, потому что участники форума отметили, что межпредметные реальные задачи расширяют кругозор учащихся. И говорят о необходимости менять, дополнять методику подготовки педагогов в этой части, чтобы она гибко менялась с теми запросами нашими социальными, нашей действительности, которая есть. Без этого просто необходимо. Наши коллеги из Монголии, Белоруссии, из, так, сейчас секундочку, скажу, да, Молдовы представили свой опыт работы, показали, с какими проектами они работают, как они работают над этими задачами. Коллеги из Молдовы предложили нам сотрудничество развивать и углублять, и сказали, что они очень хотят работать с нами и дальше. Участники нашего мастер-класса смогли совместно организовать такую имитацию групповой работы проектной на уроке, и я считаю, задачи нашего мастер-класса были выполнены полностью. Спасибо, Марина Валентиновна. Я просто не сомневаюсь, что то предложение о сотрудничестве, которое прозвучало на вашем мастер-классе, оно будет обязательно продолжено. Я знаю, что вы уже не первый раз в Монголии. Сегодня вы виртуально, так сказать, находитесь в Монголии. Прошлый раз вы там были в очном формате. Коллеги жизни обязательно изменится, и у нас будет возможность с вами не только виртуальных, но и очных встреч. Поэтому, Марина Валентиновна, надо развивать сотрудничество, действительно, и Монгольская республика, и другие страны, они очень заинтересованы. И действительно, коллеги, вот те проблемы, которые вы высказываете, те, которые высказывали у нас участники первого форума, который ровно неделю прошел назад в Кыргызстане, и следующий форум предстоит, я в конце обязательно вас туда приглашу, они, в принципе, одни и те же. Поэтому у нас с вами, независимо от того, в какой стране мы находимся, одни и те же задачи. Я не говорю, что это проблема, это действительно задача, и нам надо с вами научиться отвечать на эти вызовы и решать те задачи, в том числе, которые Марина Валентиновна сегодня озвучивала и пыталась совместно решить со своими коллегами на своем мастер-классе. Спасибо, Марина Валентиновна. Вот там учимся в Кыргызстане. Это слайд для вас. Марина Валентиновна пишет у нас в чате то, что они тоже с удовольствием хотят с нами сотрудничать. Очень большой отклик. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Мне вообще кажется, что сегодня зимы вообще нет. Настолько теплая у нас с вами дружеская атмосфера. И она такая же была на протяжении всех нескольких часов работы. У меня такое ощущение, что ни Марина Валентиновна, ни Татьяна Сергеевна, на которой только что выступала, ни другие коллеги вообще и не устали. То есть для нас действительно самое главное – это вот та площадка взаимодействия. И хорошо, что есть возможность включить камеру, посмотреть друг другу в глазки, пообщаться. Коллеги, мы молодцы с вами. Движемся дальше. Итак, я передаю слово следующему руководителю мастер-класса. Это не только творческий, я так понимаю, еще и научный союз. Бокова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор тоже нашего Института иностранных языков и Шевченко Анна Ярославовна, аспирант и представитель, специалист Института стратегии развития образования Российской Академии Образования. Татьяна Николаевна, кто будет выступать? Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов форума за возможность предоставить мастер-класс и, конечно, участников нашего мастер-класса, который был посвящен особенностям онлайн-преподавания русского языка как иностранного студентов из регионов, у которых ограничен доступ к интернету. К сожалению, такие тоже есть. И в данном случае мы говорили о латиноамериканских студентах и пытались обсудить проблемы и методы преодоления этих проблем. И поэтому в нашем мастер-классе мы последовательно раскрыли некие социокультурные и национальные особенности латиноамериканцев. Мы посмотрели на трудности онлайн-обучения, с которыми сталкиваются преподаватели при обучении русского языка как иностранного. А далее показали наш опыт работы через видеофрагменты урока, где показан реальный урок с латиноамериканцами в онлайн-формате. И через те информационные ресурсы, которые могут быть полезны нашим коллегам. Участники мастер-класса приняли активное дискуссии, приняли участие в дискуссии, и те ресурсы, которые были выложены, оказались для них полезными. Спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна. Вот коллеги пишут, что огромное спасибо вам за ваш мастер-класс. Тут много очень добрых слов. Коллеги, я бы сказала, не только ваш адрес, Татьяна Николаевна, и Анна Ярославовна, но и других коллег. Это говорит о том, что действительно мы смогли найти то необходимое содержание, те актуальные проблемы подняли на мастер-классах, которые сегодня не только практикоориентированный характер имеют, но и действительно большие вопросы и требуют каких-то совместных решений. Спасибо вам, Татьяна Николаевна, за ваш интересный мастер-класс и вообще за вашу работу. Спасибо, очень приятно. Сергей Михайлович, вам уже тоже в чате написали огромные слова благодарности за ваш мастер-класс. И я уверена, что вам есть что рассказать нашей уважаемой аудитории, участникам всего форума. Сергей Михайлович Лесин, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией исследования образовательной политики управления и стратегического развития нашего университета и не менее интересный мастер-класс «Инструменты и ресурсы открытого образования и дистанционного обучения на русском языке». Сергей Михайлович, я видела, вы были с нами. Пожалуйста, вам слово. Единственное, просто немножко, кто включается, кто включается камера, буду, наверное, в режиме статичной картины, я думаю, что меня слышно. Я также присоединяюсь к коллегам, действительно, очень интересный форум, очень огромная благодарность организаторам и выступающим. Я успел немножко застать и пленарную часть, и послушать выступление коллег, и действительно, такое слово, может быть, неудачное, но слово правильное, обалденный сюрприз, который был предоставлен со стороны Монголии. Я хочу сказать, что те проблемы, которые возникают и на том конце, они идентичны нашим, и это очень интересно. И плюс мы живем, хоть и в цифровом обществе, но оно у нас одинаковое в какой-то степени. Изучавшие примеры инструментов, ресурсов, они прям дублируются, и это очень здорово. И я постарался также на своем мастер-классе уже чуть-чуть углубиться в те примеры, которые предлагали коллеги. Я надеюсь, получилось показать несколько примеров интересных ресурсов открытого образования, которые можно использовать в рамках изучения русского языка в первую очередь. Ну и акцент мастер-класса был на интерактивное взаимодействие, и нам удалось за отведенное время знакомиться с четырьмя инструментами. Конечно, я надеюсь, что коллег это заинтересовало, и они были заинтригованы, потому что моя была задача именно в этом. Не было возможности слишком долго изучать каждый в отдельности инструмент, но тот веер возможностей, который предоставляет каждый из них, мне кажется, это большее дело за мной использовать и работать. Все инструменты, ну так скажем, что большинство из них прекрасно понимают русский язык, это очень важно в наше нелегкое время, и их можно использовать и с этой точки зрения. Так что спасибо большое коллегам, кто был на мастер-классе, кто активно участвовал, нам действительно это все очень удалось. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Сергей Михайлович. У вас, видимо, была очень теплая аудитория вашего мастер-класса, потому что такое количество сейчас в чате благодарности в ваш адрес, видимо, действительно коллеги поднялись не только лично к вам, но и к тем инструментам, которые вы представляли. Поэтому, Сергей Михайлович, сам Бог велел дальше продолжить сотрудничество и научим. Знаем, будем делиться своими какими-то новыми наработками, коллеги будут там представлять свои материалы, и будем действительно совместно обсуждать, чтобы дальнейшая наша жизнь не была в потере друг от друга, а мы действительно продолжили нашу коллаборацию и сотрудничество. Спасибо, Сергей Михайлович. Мы возвращаемся к тематическим секциям. Я уверена, что на данный момент уж точно Ольга Юрьевна со своей командой завершили обучение и обсуждение проблем и реалий цифровизации в условиях дистанционного обучения. Судя по тому, Ольга Юрьевна, как долго вы обсуждали, видимо, дискуссия была содержательной. Ольга Юрьевна, вам спасибо. Действительно, Марина Михайловна, огромное спасибо за предоставленную возможность работать в рамках секции нашего форума. На секции просто подняли, но столь злободневные вопросы, которые касаются сейчас буквально каждого преподавателя. Неважно, он работает в начальной школе, в средней школе, в высшей школе, в системе повышения квалификации. Я искренне благодарна коллегам, которые выступали с такими содержательными докладами, и в чате было много слов поддержки всех выступающих. С точки зрения географии у нас была представлена и Россия, и Монголия, и Китай. И мы настолько продуктивно, мне кажется, поработали. Я не знаю, коллеги... Вот Батнасан, директор Центра русского языка при РЦНК, Вы можете что-то сказать? Потому что у вас потрясающее было выступление. Вот Батнасан вы с нами? Юрьевна, извините, пожалуйста, Ольга Юрьевна, можно буквально два слова дать директору Центра русского языка, которая просто не успела зайти, сориентироваться, и буквально два слова. Госпожа Немабокша здесь с нами или нет? Конечно, конечно. Это самый дальний Аймак, который просто замечательно проводит, работая со средствами массовой информации, проводит отдельную выставку образовательных услуг, представляете, с приграничными регионами России. Просто это вот такой самостоятельный центр, который очень жалко, что вот этот ее доклад не прозвучал. Немабокша, вы с нами здесь? Ага. Так, опять не туда, наверное, зашла. Мне кажется, она, хотя Наталья Дмитриевна, не подключалась на секцию. Да. Тогда Батна Санбокша, вы готовы? Батна Санбокша, вы готовы? Еще раз приветствую всем нашим коллегам, русистам, педагогам. И я просто очень благодарна судьбе за то, что я филолог, русист, именно русист. Вот. И то, что мне российский народ дал, то, что мне дали мои российские педагоги, это оставило мне такую печать, что просто не влюбиться в русский язык, не влюбиться в свою специальность, это невозможно. Это первое. Второе, мне очень везет с моими подопечными, потому что к нам приходят с 69 лет. Я сейчас предоставила вам слово, и вы опять неоткликнули. Из разных специальностей, адвокаты, учителя, менеджеры школ, директоры школы сейчас у нас на разговорный курс ходят. И вот от них я получаю такое колоссальное удовольствие, что, в принципе, мы люди, знаете, вот наши души, мы люди в первую очередь. И когда ты знаешь, что ты мама, и эта мама, это уже для своих подопечных в первую очередь ты являешься такой некой мамой. И классно, что в отношении моих подопечных создает такую атмосферу, что просто оставить мою работу или как-то переходить, не знаю, у меня в голову просто не укладывается. И вот я очень хочу выразить отдельную благодарность руководству нашего просто трудничества в Монголии, Российского центра науки и культуры в Монголии, Листья Амголана Ренчиновича, Листья Татьяны Чекдоровной, Таяны Павловной. Я не знаю, когда они успевают отдыхать, но они делают все, чтобы нас поддержать. То есть, когда они создают вот такую психологическую атмосферу, такую атмосферу, что, знаете, я знаю, что они дипломаты, они очень высокопоставленные лица, но нам, русистам, они как раз открывают вот такую дорогу, да, чтобы мы могли смело ходить, чтобы мы могли пользоваться всеми методами для продвижения русского языка, русской культуры. И вот классно, что есть такие люди, которые посвящают о своей работе. И в этом отношении я просто очень благодарна, что попала в такую команду. Вот. И здравствует русская душа, великая русская душа. Спасибо. Здравствует... Спасибо. Чтобы моя мечта сбылась. И если кто-то захочет сотрудничать, если бы кто-нибудь к нам присоединился, к нашим подопечным, например, вот с организацией разговорного курса или разговорного клуба, добро пожаловать. Я бы с удовольствием приняла. Приняла. И потому что сейчас как раз вот необходимость развития разговорной речи в Монголии это первоочередная задача. Первоочередная задача. Особенно у нас вот русисты, они такую работу проделывают, что за такую маленькую зарплатку все, каждый, как может, старается. И я думаю, что вот наше единство за русский язык, да, приведет к тому результату, что нам бы хотелось добиться. И еще раз большую благодарность урожаю всем, кто организовывает вот такое замечательное, такое замечательное мероприятие. И дай Бог, чтобы побольше таких вот мероприятий нам, да, предоставлялось бы, и мы бы как раз на ваших опытах учились бы друг у друга, делились бы опытами. И с своей стороны дальше буду стараться, дальше буду стараться. еще раз. И всем хорошего вечера, всем удачи в реализации наших планов общих телей. Спасибо. Спасибо большое. совершенно потрясающее было выступление, такое эмоциональное, такое, ну, вот это надо было слушать на секции, поэтому мы, видите, чуть-чуть задержались. еще я бы хотела, наверное, попросить пару слов, если сказать Ли Семей, потому что в ее докладе прозвучало как бы две части, и с одной стороны это было, как дистанционное обучение развивалось в республике Китай, да, в Уданьском университете, и о сотрудничестве с российскими вузами. Можете что-то сказать, Ли? Да, 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 спасибо. Да, пожалуйста. Орика Юрьевна, да? Юрьевна. Да, 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 вот сейчас мы хотели бы найти партнера, да, партнера, языкового партнера для студентов, для наших участников, чтобы они беседовали на русском и на китайском языках онлайн. Мы бы вот с удовольствием сотрудничали с русскими китайстами, то есть те студенты, которые изучают русский китайский язык, ведь наши студенты и аспиранты изучают русский язык, культуру и литературу. Поэтому, если кто-нибудь из вас, да, хочет создать сотрудничество с нами, тогда напишите нам, пожалуйста. Я думаю, что Ольга Юрьевна потом составите вот список контактов, чтобы мы после конференции связались между собами, да? Да. Я сейчас напишу ваш адрес в чате. Не возражаете? Да, конечно, не возражаю. Спасибо вам. Юрьевна, с нами Елена Генриховна. Елена Генриховна, если есть возможность, включите, пожалуйста, микрофон и камеру. Это наш директор Института иностранных языков, и там активно развиваются программы китайского языка и обучаются и представители Китая, и я думаю, что Елена Генриховна с удовольствием пойдет на сотрудничество, как и Ольга Юрьевна, как и мы, как, в общем-то, весь наш университет, и сегодня Елена Николаевна, наш первый проектор, это подчеркнуло, что мы готовы к разным форматам сотрудничества и к годовым стажировкам. Сегодня ваш руководитель обратился с этой просьбой. Я думаю, что мы постараемся, да, Татьяна Чагдуровна, это организовать. Я надеюсь, что наше сотрудничество, оно уже сегодня не первый раз, что называется, было организовано, оно будет дальше продолжаться и, в общем-то, только умножаться. Я думаю, что у нас впереди много хороших, добрых, совместных дел. Так что, Лимонна, точно. Спасибо вам. Огромное спасибо. А ваш университет где находится? Он находится в городе Москва. Есть такой город-герой Москва, столица России. Московский городской педагогический университет. Елена Генриховна, выключите. Извините, извините, я знаю, конечно, это мы уже установили сотрудничество с вами, да, это городской, Московский городской педагогический университет. Конечно, вот. Елена Генриховна сейчас включает микрофон, я вижу. Елена Генриховна, пожалуйста. Очень рада. для меня, коллеги. Слышно ли? Да, что слышно. Спасибо большое за такое предложение. У нас очень большие контакты, мы эти контакты всячески стараемся развивать, увеличивать возможности для взаимодействия. У нас есть прекрасная кафедра китайского языка, в которой обучается по трем направлениям и будущие учителя, и будущие лингвисты, и будущие востоковеды. Эта кафедра обеспечивает подготовку по трем направлениям. Очень интересная кафедра, много молодых, очень амбициозных преподавателей, и мы, конечно, будем очень рады сотрудничеству. И мы, с нашей стороны, готовы обучать русскому языку как иностранному со знанием китайского языка, то есть со знанием родного языка студентов. И очень бы хотели вас пригласить к нам, чтобы усилить нашу подготовку по китайскому языку. То есть здесь обмен интересен нам с двух сторон. Очень хочется, чтобы этот интерес воплотился в конкретный проект. Поэтому, Ольга Юрьевна, я обращусь к вам, сейчас я посмотрю, есть ли адрес, обязательно напишу в ближайшее же время. Хорошо вам письмо? Спасибо большое за такую красную дистанцию, Марина Михайловна. И, коллеги, в чате я поместила адрес и должность. Спасибо. Спасибо. Вот, так что, Марина Михайловна, вы видите, да, было интересно и настолько были разноплановые выступления, но они затронули каждого участника. Поэтому я приношу вам слова искренней признательности всем коллегам, участвующим в работе секции. Естественно, огромное спасибо организаторам, потому что все сделано четко, слаженно, отработали команды, никаких заминок, никаких затруднений ни у кого не возникло. Спасибо всем огромное. Спасибо. Вам тоже спасибо. Спасибо. Я бы сказала, что это усилие двух сторон, как российской, так и монгольской. Мы совместно работали, чтобы сегодня у коллег действительно была создана такая удивительная атмосфера общения, диалога. Итак, коллеги, и еще одна секция. Я с удовольствием передаю слово Наталье Дмитриевне Десяевой, профессору нашего университета, русисту. И, наверное, не случайно, Наталья Дмитриевна, у вас, вашей команде, вашей секции был лучший русист Монголия. Ну, об этом нельзя не сказать. Уважаемые коллеги, всем добрый день, если кто-то еще с нами не общался на нашей дискуссионной площадке. очень короткий отчет. На дискуссионной площадке у нас было пять полноценных докладов, несколько коротких воспитаний, много вопросов. К сожалению, время не позволило нам обсудить. Все проблемы начнутся на продолжение сотрудничества. Коллеги просили меня обязательно сделать короткое обобщение. поскольку мы говорили о новых формах, инструментах, ресурсах обучения на русском языке студентов, иностранных учащихся, то коллеги просили отметить следующее. Во-первых, наблюдается стремительный рост разнообразия форм, за которыми далеко не все успевают. Поэтому коллеги выступили с инициативой проекта разработки инструментов навигации формах, выведения результатов этой разработки в общий доступ. Необходимо также отмечают коллеги связывать эту навигацию с, ну, скажем так, с просеиванием отборки. Потому что сейчас группы людей заинтересованных знаний русского языка опять-таки множатся. они становятся разнообразными. Уже сегодня мы видели, что это взрослые и дошкольники, и школьники, для которых русский язык является одним из иностранных языков. Все эти группы нуждаются в разных инструментах и формах, несмотря на нечто общее. А второе, что просили отметить коллеги, повышается доступность разных цифровых инструментов, и это замечательно. Далее идет интенсивное обновление контента. Коллеги отметили необходимость усиления обновления устного контента. Устная речь выходит на первый план. Кроме того, очевидно, следующие проблемы. Во-первых, формы нуждаются в усилении модульности. Форму необходимо совмещать. Возможность совмещения форм нуждаются в изучении. И, наконец, всеми отмечено необходимость интеграции популярных форм и научных аудиторий. в следующий вопрос. Спасибо. 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 Мы не смогли заслушать, как под Немжавнем ДАВА. Наш коллега несколько раз выходил из форума, из площадки входили, но как бы доклад предоставить коллеге Немжавнем ДАВА слова для короткого сообщения. Буду очень благодарна. Спасибо всем. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Так, коллеги, у нас есть еще целых 15 минут, которые мы можем посвятить свободному общению. Итак, пожалуйста, коллеги, кто желает высказаться? Немдава Бакша, наверное, который сказали. Может быть, там какие-то проблемы, коллеги? Или вы? Там вроде... А, нет, рука уже опущена, я смотрела, вроде бы рука поднятая, да? Нет, вроде бы все в порядке. Да, вот есть кто-то с рукой поднялся, Марина. Коллеги, можно пару слов сказать? Конечно, пожалуйста. Организация. Марина Михайловна, спасибо вам. В первую очередь хочу выразить... Подождите, коллеги, давайте по очереди. У нас уже начал говорить человек. Давайте предоставим первому человеку, Нурмира, вам, наверное, слово, а потом вам. Извините, она уже просто начала, если вы позволите. Хорошо? Да. Пожалуйста, Нурмира. Тоже мы с Кыргызстана. Вот Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта. Второй раз участвуем у вас на форуме. Очень организованно все организовали. Мы очень многое получили для себя. И тоже готовы сотрудничеству. У нас тоже есть студенты из Китая. Сегодня, Ли Синьми, вы сказали, мы тоже готовы сотрудничеству. И у нас обучение идет на русском языке. Как и иностранный язык изучают английский, русский языки. И было бы очень здорово, если бы тоже с аспирантами, студентами тоже обменялись, как живая коммуникация наших студентов тоже. И провести, организовать для них тоже такие мероприятия, чтобы они тоже выступили. Наши студенты, магистранты. И организовать научные стажировки, символ-конференции среди наших стран. Мы очень рады, готовы тоже к сотрудничеству. От имени руководства, благодарим вас. Спасибо большое. Дарья Александровна, это наш начальник управления международной деятельности, международного сотрудничества. Дарья Александровна, если нет возможности, включите, пожалуйста, камеру. И всегда через Дарью Александровну можно решать различные вопросы. Это стажировки, организации наших площадок, сотрудничества, международных проектах и так далее. Дарья Александровна, видимо, нет возможности. Дарья Александровна, нет возможности включить микрофончик и камеру? Ну вот она с нами, она во всяком случае нас слышит. Поэтому обращайтесь, у вас есть все контакты. Вы действительно с нами на втором форуме. Коллеги, у нас еще один форум будет. Я придерживаю информацию, я вам скажу в завершение. Поэтому мы приглашаем всех участников на следующий форум. Мы расширим содержательную повестку, поэтому там будет что услышать нового. Там будут новые спикеры. То есть это совсем не повторение того, что сегодня было. Нурмира скажет, что мы стараемся не повторяться. У нас каждый раз новое содержание, несмотря на то, что мы перемещаемся из страны в страну. Поэтому, коллеги, я думаю, что будет не менее интересно и полезно. Поэтому приходите на следующий форум. Ну, я уже почти все сказала. Он будет в Армении 18 декабря. Поэтому мы готовы прислать Наталью Николаевну, наверное, коллегам. Пришлем приглашение. Будем рады, если вы присоединитесь. У нас на следующем форуме будет еще продолжение. Мы расширим тематику. У нас появится тема функциональной грамотности школьников. И мне кажется, это тоже актуально. В свете тех международных исследований качества образования, в общем-то, вот есть информация на слайде, к которой мы с вами, в общем-то, все стремимся. Итак, ну, я уже сделала объявление. Теперь я перехожу опять к свободному микрофону. У меня есть первая рука, которую я, извините, вас прервала. Вахага Сурен. Пожалуйста, я вам предоставляю слово. Пожалуйста. Спасибо большое. Включите, пожалуйста, микрофон. Вы его выключили, когда я вас попросила. Спасибо вам, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо отдельно. Отдельное большое спасибо Российскому центру науки и культуры в Ламбатрии. Татьяне, замечательная организация. Спасибо Московскому педагогическому университету, всем докладчикам, всем тем, кто сегодня выступал. И я придурствовала на мастер-классе Марины Валентиновны. Очень понравилось, очень-очень понравилось. Получила очень четкое представление о способах использования метода проекта в обеспечении предметной интеграции. Спасибо еще за то, что мы получим записи всех мастер-классов и презентации. Думаю, что это будет нам очень полезно, потому что я хочу провести семинар не только среди русистов, но и наших математиков, физиков. Им, я думаю, будет очень полезно, потому что были очень четкие примеры, четкие установки организации проектных уроков. Поэтому я думаю, что все это, этими знаниями сегодня, полученными сегодня, нужно обязательно поделиться. Спасибо большое всем. Спасибо большое вам. И я предоставляю слово Алексею Ивановичу. У вас поднята рука. Пожалуйста, Алексей Иванович. Простите, я хочу, как джентльмен, все-таки предославить слово сначала женщине. Валерия. Валерия, вы с нами, а вот Васильева Валерия. Да, да, спасибо, Алексей Иванович. Увидела руку Валерия. Здравствуйте. Здравствуйте, я с вами. Очень рада приветствовать всех участников нашей конференции. Счастлива, что мне удалось присоединиться к такому большому событию. Я считаю, что оно очень важно для дальнейшего развития монгольско-русских отношений. Огромное спасибо всем участникам. И сейчас я хочу прочитать небольшое стихотворение. Это стихотворение посвящено Александру Блоку. Так, извините, я прошу прощения за небольшие технические вот эти вот трудности. Ага, все. Спасибо. В памяти Александра Блока. Александр Блок родился 28 ноября 1880 года. В ноябрьский вечер средь туманов, Внимая шепоту комет, Среди безделья и обмана, Родился сумрачный поэт. Внимая клику незнакомки И робким голосам ночи, Явил он миру голос звонкий. И музы заострил мечи, Для матери его нежданно. И безразлично для отца Повел он разговор странный, Храним десницу у Творца. Бессмыслен свет под солнцем ярким. Он окунулся в темноту, Пленимый пламенем Петрарки, Но в символизма пустоту. Там взор пустой Прекрасной дамы, Игра бриллиантов на перстах. И осени бордовые храмы Печально тают в фонарях. Во тьме двенадцать хулиганов Крадутся между пыльных сел. Так он из шумных ресторанов В чертоге вечности вошел. Спасибо. Спасибо большое вам, Валерия. Действительно достойно аплодисментов и ваше исполнение. Ну, безусловно, блок рисков. Спасибо, Валерия. Я очень рад, что это один из моих любимых поэтов. И он сегодня в таком прекрасном исполнении прозвучал ваше стихотворение, посвященное как раз блоку. Но у меня, коллеги, несколько другие ассоциации. Я также очень сегодня восторженно хотел бы сказать о потрясающем форуме, потрясающе организованном, с интересными спикерами. То есть для себя я подчеркнул очень много нового интересного, которое в дальнейшем отразится и в моей, так сказать, и творческой, и научной деятельности. Но, тем не менее, русский язык – это не только наука, не только язык, но это еще и творчество. Поэтому разрешите вашему вниманию представить вот такой небольшой сюрприз. Несколько стихотворений, которые написаны не так давно, но ассоциации, как оказалось, именно связаны с сегодняшним днем. Первое стихотворение называется «Первый снег». Зима толчется на пороге, природа будто замерла, пустынные улицы, дороги, и осень, не простясь, ушла. Застыло в лужах отражение холодной брошенной луны, а фонари в ночном служении, зимы грядущей видят сны. Его законное рождение открыл случайно первый снег, в его замедленном движении пронесся будто целый век. Как стало тихо и тревожно, зима спешила, ночь прошла, рассвет подкрался осторожно, а с ним, как сон, тоска прошла. Следующее стихотворение называется «Одинокие перроны», и мне нравится, ведь пандемия рано или поздно закончится, и есть возможность сесть в поезд, поехать на Дальний Восток и, возможно, побывать в Монголии, в этой прекрасной и замечательной стране. Стихотворение называется «Одинокие перроны». «Всё ли, что нужно, сказал? Вот уж поплыли вагоны в тёмную снежную ночь, вновь заскучали перроны. Разве я мог им помочь?» Ну и последнее стихотворение, их, конечно, очень много, и если есть желание, можно просто найти на стихиру, набрать мою фамилию, и можно прочитать все остальные. Последнее стихотворение называется «Люди-свечи». В безликом мелькании будин, в холодном томленье ночей, мне чудятся странные люди, подобие ярких свечей. Они то стенают и плачут, то к тихой молитве зовут, их тени причудливо скачут и в душу страдания шлют. «Но только не слышу я крики. Ах, бремя, предчувствия, мрак! Лишь в окнах играются блики. Что это? Спасительный знак? Всё тихо, безнолно и грустно. Душа утонула в весне. На сердце спокойно и пусто. Да свечи горят на окне». Я желаю вам, чтобы это время скорее бы прошло, чтобы мы могли с вами не только вот так дистанционно встречаться, общаться, но и встречаться воочию, видеть. А главное, чтобы все были здоровы, счастливы и успешны. И этому наша профессия обязывает, и мы в этом неоднократно сегодня убедились. Спасибо вам огромное. Спасибо, Алексей Иванович. Вот после вас хочется сказать, вот мы подошли к этому логическому завершению. И действительно, завершая прекрасными стихами, авторскими стихами, мы ещё раз можем с вами подчеркнуть, насколько велик могучий русский язык, который может передавать так глубоко чувство, настроение человека. Коллеги, обратите внимание, что сейчас происходит у нас на экранах. Все включают камеры, а наши с вами цифровые инструменты нас как в кинотеатре размещают на каждое кресло. И мы сейчас, как в большом кинозале, смотрим друг на друга, радуемся тем последним минуточкам сегодняшней коммуникации сегодняшнего нашего форума и говорим, что мы после того, как сфотографируемся все коллективно вот в этих замечательных креслах, включая эти коллеги камеры, мы не говорим прощаем, мы говорим до свидания, до встречи на следующем форуме в Армении, до встречи на монгольской, российской, китайской, белорусской, Молдовской, какой ещё страны назвать? У нас там так много стран, американской, греческой, ещё какой-то там земли, у нас 26 стран, я буду перечислять. Казахстан, 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 мы там уже побывали. Казахстан, Казахстан, давайте, коллеги страны. Вот смотрите, какая у нас с вами ещё долгая жизнь будет, и профессиональная жизнь, и человеческая жизнь, потому как пока мы во всех этих странах не побываем, ко всем этим великим женщинам и мужчинам, великим учёным, педагогам, которые сейчас на экране не приедут, мы с вами будем жить долго, счастливо. Поэтому я вас призываю вот к этому стремиться, я желаю всем нам здоровья, успеха. Я благодарю вас всех, коллеги, за этот удивительный день, который вы вместе с нами, вместе с Татьяной Чегдуровной и нашей... Дайте нам слово, Монголия! Обязательно, обязательно, я сейчас завершу. Подарили, Татьяна Чегдуровна, конечно, принимающая страна обязательно должна завершить. Татьяна Чегдуровна, вам слово. Уважаемые модераторы, дорогие участники, разрешите мне от имени представительства Россотрудничества Монголии, посольства России и Монголии, Российского центра науки и культуры, по поручению нашего руководителя Мголана Ренчиновича Базархандаева поблагодарить всех участников, сказать, что сегодня на этом форуме мы, конечно, ожидали, что будет достаточно высокий уровень, но вот то, что мы услышали на пленуме, на секциях, увидели на мастер-классах, это, конечно, дорогого стоит. На самом деле, высокий содержательный уровень всех докладчиков получился очень хороший альянс науки и практики, потому что мы услышали замечательную аналитику, практику, лучшие практики, да, по тематике нашего форума. Хочется отметить огромный организационный уровень Московского городского педагогического университета под руководством Елены Николаевны. Команда сработала просто высший пилотаж. Мне показалось, что на самом деле мы с вами сделали огромную работу, большую работу. Хочется отдельно поблагодарить всех модераторов, которые работали с нами в непростых условиях, потому что многие из нас в этой системе работали впервые и тоже какие-то технические сбои были. Вы это даже не дали почувствовать. Михаилу Юрьевичу огромное спасибо. Спасибо огромное Светлане Владимировне Смирновой, которое является самым таким, наверное, организующим звеном между Монголией и МГПУ. Я считаю, что это на самом деле получился замечательный форум и по содержанию. И самое интересное, и самое важное, о чем хочу сказать, что вот форум, может быть, не предполагал такой вот культурный пласт, который включился не только как подарок от Монголии, да, это наши артисты, которые выдали замечательную прозу и стихи, но сейчас вот то, что мы услышали и Алексея Ивановича, и нашу Валерию Викторовну, это тоже подарок, когда люди в порыве души сочиняют стихотворение. Вот я даже не знала, что Валерия Викторовна у нас может быть еще и в качестве поэта выступать. Поэтому огромное спасибо вам, организаторам. Низкий поклон всем спикерам за те содержательные доклады, за те задумки и лучшие практики, которые мы получили. Спасибо вам всем огромное. Спасибо, коллеги. И еще наше мастерство вовремя успеть завершить. Обратите внимание, наша с вами организованность и пунктуальность во всем. Коллеги, всем здоровья, удачи и до следующих встреч. Спасибо огромное за работу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам за публикацию сборника. До скорой встречи. Татьяна Чекторова, с вами, у нас все скажет. Молтова благодарится приглашение. Спасибо большое. Коллеги, готовим сборник. Спасибо большое всем. Спасибо огромное. Надарья Николаевич, еще раз про сборник скажите. Готовим сборник. Коллеги, готовим сборник. Если кто-то еще не прислал свои статьи, тезисы по итогам выступления и хотели бы быть опубликованы, ждем ваши статьи. Давайте до вторника. Мы уже потом отдаем в редакцию. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо всем. Хороших, теплых дней. Душевности. Всем здоровья. Всем здоровья. Всем здоровья. До свидания. Спасибо всем. Выключай сайлерский микрофон. Даже не хочется отключаться. Будем сдачить по самому. Всем здоровья. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. В эфире. До новых встреч. Поезжайте сюда. Спасибо. Вы все потрясающе выглядите. Очень красивые женщины. На вас очень приятно. Которые. 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 Иваш. Мы по этому не выключали камеру. Душев. Спасибо. Это Наша. Нам страшно. Спасибо. Марка, вы руку подняли. Вы что-то хотите сказать? Марка. Нет. Видимо, нечаянно опустила. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Монголия говорит спасибо. До свидания. Не можем никак сказать. До свидания. До новой встречи. Да. Хорошо было. Пока-пока. До свидания. До свидания, коллеги. Спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока. л uti. Попade Impossible. Пока-пока.